Здравствуйте! Сегодня вторник, 22 марта. В эфире новости от Макси Маркетс. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. В понедельник курс единой европейской валюты возобновил снижение от достигнутых ранее максимумов. Драйвером снижения евро стали жесткие по тону заявления целого ряда представителей ФРС о возможности скорого повышения процентной ставки на доллар. Сначала президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Леккер, затем президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и, наконец, президент ФРБ Атланты Денис Локарт один за другим заявили, что экономика США достаточно динамична для того, чтобы оправдать повышение процентных ставок уже в апреле. Учитывая, что апрель – это существенно раньше, чем ожидает рынок, эти заявления укрепили американскую валюту и, соответственно, ослабили евро. На этом фоне курс единой европейской валюты продолжил, хотя и весьма умеренно, предыдущее снижение пары. Пустой экономический календарь ничего не мог противопоставить усиливающемуся давлению медведей и в результате на исходе торгов евро-доллар протестировал дневной минимум на отметке 1,1234, возле которого и завершил сессию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем первоначально боковую динамику пары в диапазоне 1,1260-1,1210, а затем новый рост курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1,1256, 1,1300, 1,1332 и выше в направлении значимого уровня сопротивления 1,1385. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. Британский фунт стерлингов в понедельник вновь оказался под медвежьим давлением после появления новости о том, что министр труда и пенсии в Великобритании Ян Дункан Смит подал в отставку. Ранее министр выразил недовольство тем, что Минфин урезает финансирование социальных льгот. Рынок, однако, воспринял это совсем по-другому, поскольку этот политик является одним из основных сторонников компании за выход страны из состава ЕС, и его уход свидетельствует об ослаблении позиций приверженцев сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. Курс пары фунт-доллар на этом фоне начал активно снижаться, и к концу дня протестировал минимальный дневной уровень на отметке 1,4365. Дополнительным драйвером снижения пары стали слабые экономические данные по балансу промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. В нашем прогнозе на сегодня также предполагаем первоначально боковую динамику пары в диапазоне 1,44-1,4350, а затем продолжение подъема курса британской валюты к ценовым уровням 1,4512, 1,4562 и 1,46. Некоторые укрепления доллара США на торгах в понедельник и продолжающиеся фиксации прибыли оказали давление на стоимость драгоценных металлов. В результате цены на золото от азиатского максимума 1,256 долларов упали к отметке 1,240 за унцию, а далее до конца дня торговались в узком боковом диапазоне. Более выраженному падению цен помешал высокий покупательский спрос на физические металлы. Сообщение агентства Bloomberg, подтвердившее приток новых вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту в размере 21,4 тонны, остановило снижение металла и стабилизировало его ценовую динамику. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота 1,247 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжат подъем металла к следующим целям – 1,250, 1,255 и 1,265 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на предыдущем локальном минимуме – 1,240 долларов за унцию. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1,238, 1,232, 1,226 долларов и ниже. В нашем прогнозе на вторник ожидаем первоначальный рост котировок металла к ценовым уровням 1,247 и 1,250 долларов за унцию. А затем возобновление и снижение стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек. Серебро на вчерашних торгах завязло в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 15,85 долларов – 15,70 долларов за унцию. Давление на металл продолжало оказывать укрепление американского доллара и фиксацию прибыли в рамках коррекции металла к его предыдущему подъему. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по предыдущему локальному максимуму – 15,88 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъема к целевым уровням 15,93 долларов, 16,10 долларов и 16,35 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота – 15,79 долларов за унцию. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее в направлении ценовых уровней – 15,69 долларов, 15,55 долларов, 15,41 долларов за унцию и ниже. В нашем прогнозе по серебру также предполагаем первоначальный рост котировок металла к целевому уровню 16 долларов за унцию, а затем возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек. Обратите внимание, завтра в 17.00 по московскому времени в США выйдут данные по продажам нового жилья за февраль, а чуть позже в 17.30 будет опубликована информация по запасам сырой нефти. Обновленные данные могут увеличить волатильность и открыть возможность заработка на движение американского доллара. В долгосрочных прогнозах аналитиков JP Morgan и RBC – нисходящий тренд пары евро-доллар. Следите за событиями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе. Форекс телевидение с 9 утра в прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях.